Не спите головой на север или юг, потому что это окажет на вас не очень хорошее воздействие. Опустите стопы в яму, засыпьте их землей и посидите так 30-40 минут. Те из вас, кто страдает от аллергии, смогут от нее избавиться. Наверное, вы еще не осознали этого, но мы живем на магните. Наша планета — это магнит. У нее есть северный полюс и южный полюс. Мы живем на магните. Но вы покупаете где-то маленький магнит, чтобы носить его на запястье, и ждете, что он изменит вашу жизнь. Если вы и так живете на магните, зачем вам нужен еще один? Этот магнит достаточно большой и довольно сильно влияет на нас. Само ваше тело — часть этого магнита и тоже является магнитом. Несмотря на это, многие люди на магниты не похожи. Они либо находятся с окружающими на разных полюсах, либо скорее все отталкивают, находясь на одинаковых. Так что... Реклама может обещать многое. Если вы будете носить магнит на теле, это может привести к изменению параметров вашей физиологической структуры. Но это ничего не значит. Если вы встанете перед радиопередатчиком, в вашем теле появятся изменения, и их можно будет измерить. Если вы встанете рядом с деревом, то в вашем теле тоже появятся изменения, которые можно измерить. Когда человек стоит вертикально, его физиология функционирует одним образом. Если человек ляжет на землю, она будет функционировать по-другому. Зная только это, мы говорили вам не спать головой на север или юг, потому что тогда произойдут неблагоприятные изменения в вашем теле. Следует ли носить магнит? В этом нет необходимости. Он может внести лишь незначительные изменения. Не стоит понимать физиологию человека столь упрощенно. У меня снизилось кровяное давление на пять пунктов. Значит, мне лучше. Физиология человека так не работает. Все намного сложнее. Существуют тантрические практики, с помощью которых мы можем идеально снастроить вас с той части мира, в которой вы живете. Это возможно. Но это было актуально в те времена, когда люди не отдалялись от своего дома более чем на 15 километров. Поскольку люди передвигались только пешком, они никогда не уходили далеко от своего дома. Поэтому в те времена их тело естественным образом снастраивалось с планетой, в соответствии с координатами, в которых они находились. Но сегодня мы летаем между городами и странами, и если я снастрою ваше тело исключительно для широт в Веленгири, а завтра утром вы решите улететь в другое место, тогда вам будут нужны знания и умения для повторной снастройки своего тела, иначе его ждут различные расстройства. Поэтому если вы уделите больше внимания магниту, на котором мы все живем, и частью которого мы являемся, это принесет намного больше пользы, чем ношение маленького магнита на запястье, который максимум может протянуть металлическую стружку. Вот что вы можете сделать. Утром, после практики Шамбови, выкопайте у себя на заднем дворе яму глубиной чуть выше щекотки. опустите свои стопы в яму, засыпьте сверху землей и посидите так 30-40 минут. Ваше тело сонастроится с большим магнитом, и вам не нужно будет носить магниты на запястье или на лодыжке. Вместо того, чтобы покупать магнит, вы можете вырыть яму, опустить в нее стопы и засыпать их землей. Ваша система хорошо сонастроится с большим магнитом. С этим связаны очень многие аспекты. Вы слышали об индийских йогинах, которых закапывали в землю Паши. Вот что я хотел предложить вам, но я знаю, что вы все равно откажетесь, поэтому говорю только про стопы. Просто закапывайте свои стопы. Если это сработает для вас, то можете попробовать закопать себя по шею. Эффект будет сильнее. Также многие люди используют более простой косметический метод. Они принимают грязевые ванны. Это облегченная версия погружения в землю Паши. Можно пробовать любой из этих способов, но со стопами гораздо проще. После этой процедуры вы заметите, что ваше здоровье улучшилось, особенно у тех, кто страдает аллергией. Аллергия в какой-то степени означает непринятие жизни вокруг. Что-то внутри вас потеряло контакт с планетой. Вы стали ей в какой-то степени чужеродной. В этом заключается природа аллергии. Если вы настроите свое тело с планетой, то аллергия пройдет. Можно начать со стоп, и если это сработает, погружайтесь глубже. Это сработает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова